Девушки отдыхают Разрыв между регионами Пропасть между Москвой и Россией растет год от года Согласно опросам, 40% провинциальных жителей негативно относятся к москвичам Можно ли изменить ситуацию? Об этом мы сегодня и поговорим Еще раз добрый вечер Высоким уровнем жизни может похвастаться не только Москва В Хантамансийском округе средняя зарплата чуть меньше, но тоже приличная 27 тысяч рублей в месяц Так может быть провинция это духовное понятие? Об этом я спрошу моего гостя Мэра сибирского города Мегион Александра Кузьмина Встречайте Здравствуйте Ну скажите, Александр Жители вашего города завидуют москвичам? Вы знаете, нет Что так? У Москвы, конечно, есть свои плюсы Есть свои минусы И большинство людей, живущих Тех, которых я знаю Так называю, провинции Им очень тяжело в Москве Этот ритм жизни Это, понимаете, вечный какой-то бег Неизвестно зачем Эти ужасные пробки Эти, на самом деле, высокие цены Все это их пугает Люди же там живут достаточно спокойной, размерной жизнью Не всегда очень хорошие, как многим кажется Но, тем не менее, она их устраивает И они чувствуют себя в этих условиях комфортно Скажите, Саша, а что же тогда вы отвечаете недоброжелателям Которые упрекают вас в том, что в Мегионе вы не частый гость А больше времени проводите в Москве Комфортнее здесь? У меня просто объективные причины У меня семья здесь живет То есть я вынужден А как так случилось, что вас выбрали мэром города Мегион? Мне захотелось на тот момент просто переключиться с бизнеса На другую деятельность И я пошел, было очень сложно Но, тем не менее, я теперь там работаю Вот такие у нас демократичные, потрясающие молодые мэры теперь города Такая страна у нас демократическая, молодая Нет, страна у нас пока еще не такая Но вот мэры уже такие Скажите, пожалуйста, вы устраиваете рок-концерты Привозите в Мегион Водянову Вы приглашали Путина, Владимира Владимировича, на чемпионат Значит, под зюдо Вы хотите, чтобы жители ваших городков развивались духовно? Или хотите, чтобы вас снова выбрали на постмэр? Нет, во-первых, я сразу всем сказал, что я второй раз баллотироваться не буду Не будете? Нет, да, это все знают, и я это знаю сам Прежде всего для себя, точно Летать уже надоело? Нет, просто я считаю, что эффективность моя в последующем, если я пойду на второй срок, будет уже не та У меня задача сделать максимально много хорошего, нужного, полезного, интересного Вот за этот срок, 5 лет, у нас срок 5 лет Вот, и потом, в общем-то, с чувством выполненного долга покинуть этот пост, занявшись чем-то другим Ну, я вас даже не буду спрашивать, даже страшно представить, чем вы можете заняться Тут уже федеральный уровень Я сам боюсь, да Саш, тогда у меня к вам вопрос, вот Мегион, маленький городок Хорошо живет, а если убрать нефть и газ? Скажите, пожалуйста, за счет чего этот город жил бы? Это раз Он бы умер Нет, нет, вот как это умер? Таких городков огромное количество по всей России Конечно Так вот у меня-то вопрос в чем заключается? Проблема благоденствия граждан Это вопрос местной, федеральной власти или ленности самих граждан? Ну, прежде всего, это вопрос самих граждан Можно называть это ленностью, можно иждивенчеством, безинициативностью, глупостью, как угодно Прежде всего, я пытаюсь всегда людям объяснить, не надо ждать маны небесной Не надо думать, что придет президент, губернатор или мэр, что-то сделает за вас Вот лично вы что сделали, кроме того, что вы большие бюджеты, которые перетекают, да, от нефтегазового комплекса, который у вас расположен, в бюджет города, тратите? Как трудоустроили народ? Что вы придумали альтернативное? Мне это очень интересно, потому что вы очень современный человек, молодой, поэтому мне бы, правда, было бы интересно Во-первых, как в известной передаче говорится, хвастаться хорошими делами нехорошо Это займет очень долгое время, если я буду рассказать, что я сделал Во-вторых, я не люблю, знаете, это не мой формат говорить цифры, насколько у нас снизилась безработица, насколько у нас поднялось то-то, насколько у нас увеличилась эффективность Завтра консервируются скважины, Саша Чем будет жить Мегион? Чем будет жить страна? Мегион Страна, чем будет жить? Нет, подождите, говорите о великой вещах Мегион жить не будет Стоп, про Мегион поговорим Мегион сегодня, вот в сегодняшнем состоянии, в сегодняшнем, ни Мегион, ни округ жить не будет Полностью зависим от нефти и сидим на нефтяной игре, в общем-то, как и вся страна Нет альтернативы на сегодняшний день Ответ я получил У нас в зале присутствует гость из Саратова Политик и писатель Вячеслав Мальцев Он всеми силами хочет доказать, цитирую, московским хмырям, что провинциальные лохи значительно глубже, чище и умнее За что вы, Вячеслав и москвичей, поругали и своих обидели? Какие конкретно это здесь к столице нашей родины? Ну, тема сегодняшней передачи «Есть ли жизнь за МКАДом?» Абсолютно верно, да Вот, надо сказать сразу, так сказать, что жизнь-то на самом деле есть везде, но она разная Понимаете, вот в Хантамансийском автономном округе добывают половину всей нефти Российской Федерации А проживает в этом округе 1% населения И говорят, что живут хорошо При этом 10% там проживает за чертой бедности 90 тысяч... Где, в Хантамансийском округе? Так точно, это официальные данные 90 тысяч населения не имеет жилья То есть, вот, представляете, там добывают половину всей нефти, живет 1% тех, кто живет в России Так сколько же нам в России надо добывать нефти, чтобы всем жилось более-менее сносно? Вот так же, как в Хантамансийске, чтобы за чертой бедности хотя бы 10% было Чтобы там какое-то количество, 7% нуждало в жизни Вы сейчас не про Хантамансийск Давайте про Хантамансийск мы с Мегионом поговорим с Александром Естественно Вы цифры любите, я это уже понял Вы скажите, почему в Саратове Только недавно Саратов вышел из разряда депрессивных регионов Это раз Богатый регион В Саратове нет ничего Одну секунду Причем тут нефть и газ Нет ни нефти, ни газа Одну секунду Вам историю купечества рассказать Откуда все пошло Я прекрасно знаю, да С Волги-матушки Да Так что же происходит? Почему Саратов вдруг Волжский город с огромной историей Потрясающий исторический центр Наряду с другими, с Нижним и так далее И раз Почему он был депрессивным? Ну как, это совершенно элементарно Давайте Потому что у нас такая власть Вот одним словом можно это объяснить Власть у нас такая И не только в Саратове Это претензии к федеральной власти Можно спросить вас, почему у нас Слава такая власть Которая, как вам кажется, плохая Ну как, почему? Вот власть Возьмем тот же Хантамансийск Я не буду говорить про Саратов Я настроен говорить про Хантамансийск Про нефть, про газ Да нет, нет, нет А я настроен сейчас Слава Говорить немножко про Саратов Власть забирает Забирает Я говорю, Саратов взять нечего У нас размещают сейчас Уничтожение химического оружия Цианид натрия и так далее То есть из нас делают помойку Что говорить про помойку? Давайте будем говорить про то, где хорошо Нет Нет Так вот Почему, во-первых, вы позволили Как основать на ваши слова Сделать из благословенного края помойку Я пытался один воспрепятствовать этому И в суде верховном судился Но я говорю, у нас такая власть Понимаете? Какая у нас власть? Замечательная какая Власть выбирается Которая забирает Население страны Забирает нефть, газ Причем в достаточно большом количестве И что дает взамен Населению Это власть Это власть дает Ток-шоу Реалити-шоу Это власть дает Лотереи по телевизору Понимаете? Слава, понимаете Одну секунду, Вячеслав Как только Мы начнем куда-нибудь баллотироваться Я вам точно Оповещу вас Сейчас мы никуда не баллотируемся Сейчас не надо говорить Популистских текстов Никакого популистского текста Давайте поговорим про свою рубашку Про вашу рубашку Пожалуйста Про мою рубашку Сказал еще Чехов Не надо про Чехов Он сказал, что у мужика всегда есть надежда Выиграть в лотерею 100 тысяч рублей Все, больше никаких вариантов То есть вы считаете, что это ментальность Население сидят и смотрят на царя батьевна Я считаю, что у населения вообще никаких возможностей нет С этой властью Тигран Иванович, можно? Конечно Комментарий Я считаю, что Это демагогия Задали вопрос Почему у нас такая власть? Власть у нас такая Потому что мы такие Давайте вот я вам вопрос задам Вы услышали, что сказал Александр Слава? Да Да? Вы такие? Естественно, я согласен Но вот билет Я очень хочу в Хантамансийск Но билет до Хантамансийска Туда и назад Стоит дороже, чем билет в Париж Билет в Цюрих В Женеву А вы знаете, это просто Почему вопрос внутренний рейс Почему внутренний рейс стоит дороже, чем лететь? Я вас спрашиваю, Вячеслав Не надо летать в Париже Это вопрос экономики, понимаете? Если есть спрос на эти билеты Конечно, не надо Эта власть не хочет, чтобы народ летал Какая власть? Что вы до власти доковали? Эта власть не хочет, чтобы народ общался между собой Скажите, пожалуйста Пусть народ будет летать в Париж Пусть в Париже общаются Причем будет общаться мэр Туда же не полетит Просто человек общаться Слава, одну секунду, одну секунду. Вы знаете, эта программа, правда, немножко отличается от других. Я здесь очень жестко ведь прерываю, когда несут пургу. Поэтому я вас очень прошу, вам не кажется ли, что если спросить всех нас здесь присутствующих, мы очень грешны, сами грешны, в деталях грешны, в отношении к жизни грешны, так если мы грешны, чего пенять на власть? Власть имеет конституционные обязанности по отношению к гражданам. А у вас есть конституционная обязанность выбрать эту власть. И вы были во власти в Саратовской области. И что? Бегали в противогазе? Сейчас пришли, да, сейчас пришли к власти другие. Вы понимаете, вот в трех созывах я был в Думе. В трех созывах. Я встретил людей, которые торгуют в Думе книжками. Они из Думы ушли. Почему? Потому что в Думу пришли те люди, которые за несколько заседаний Думы не купили ни одной книжки. Понимаете, пришли в Дум те, кто книжек не читают. А мы читаем. А мы читаем. А мы читаем. Понятно. Так что вы хотели сказать о лицом? Я еще хотел спросить про Саратов. Говорят, что так плохо. Там же огромнейшие сельскохозяйственные годы, если не ошибаюсь. Там все хорошо. Я просто сейчас разозлился именно потому, что вы говорите, что это Волга, это транспортная артерия, это центр Сарата всю жизнь был в России центром. Это значит, как же надо не хотеть работать или не устроить жизнь своего населения этого города, людей простых. Легче, конечно, разжечь огонь, пламень, справедливые войны с центром, к примеру, как мне кажется. У вас есть время там считать чужие деньги или работать надо? Вообще-то у нас очень-очень много работы. И потом холодно. Ну, уже не холодно. Глобальное потепление действует. Климат нормальный. Ну, как-то у нас вот... Хотя и проскакивают такие моменты, да, когда пытаются свалить все на власть, обвинить кого-то. Чаще всего обвиняют, конечно, муниципальную власть, потому что народ ближе всего к муниципальной власти. Там же это безопаснее. Безопаснее что? Обвинять муниципальную власть? Ну, может быть, и поэтому... Почему? Объясните, пожалуйста. У меня нету... Я хочу понять, почему один из исторически богатейших краев, да, Волга, Саратов, Саратовская губьёна, почему она так живёт? Я честно спрашиваю. Потому что... Но как она живёт? Она дотационная была до недавних пор. Да, кажется, и сейчас дотационная практически, да? Да. Ну вот. Почему она дотационная? Почему у нас в Тыве 1300 школьников не пошли 1 сентября в школу? Знаете, по какой причине? Это 5% всех школьников этого города. А ремонт в школах не сделали? Нет, нет. У них обуви не было. Обуви не было. Это 2008 год, Российская Федерация. И мы всем говорим, что мы самые мощные и самые сильные. Почему? Хотелось бы узнать. Почему у вас в Саратовской области так происходит? Тут мы выяснили. Мало того, я задал вопрос Саше. А если завтра нефти не будет и газа, выяснилось, будет плохо? Это вопрос к тому, как у нас происходит новое прочтение. То, о чем мы сейчас все время говорим, что надо как-то уже посмотреть и перестраиваться с этой иглы нефтяной и газовой. Надо уже находить новые возможности зарабатывать деньги и так далее. Видно, пока плохо происходит в этом движении. Но у вас-то есть все. В Саратове, если не будет нефти и газа, ничего не изменится. У нас будут продолжать строить энергоблоки в Балаково, атомные энергоблоки. Из нас будут продолжать делать помойку. Сейчас алюминиевый завод нам сделают на Волге. Все будет замечательно. Алюминиевый завод будет делать. Там же рабочие места, значит, будут. Ну, классно. Во всем мире есть алюминиевые заводы. Но Волга одна из главных артерий России. И делать такое грязное производство на Волге безумие полное. Саша? Да. Ну, что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что все ведет к тому, что нечего на зеркало пенять, коли морда кривая. Мы можем сколько угодно ругаться, говорить. Но пока каждый человек, каждый россиянин не задумывается о глубинных проблемах нашей жизни, хороший или плохой, чаще всего, видите, люди недовольны, ничего не изменится. Надо себя менять, прежде всего. Требовать от власти, требовать от себя. У меня, Саша, знаете, какая мысль сейчас появилась? Какая? Когда у вас там будут мэры выборы? В Саратове. Через три года. Через три года. Поднакопите селенок. Ага, спасибо. Ага. Мне уже предлагали... И в Саратове.